Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я делаю комментарий по просьбе многих людей на выступление Невзорова Александра Глебовича. Называется уроки атеизма. У нас это 12-й. Называется так «Православие в школе. Что говорить детям?» То есть научаете слушателей ваших, как сделать так, чтобы в школе не преподавали основу православия и прочее. Я с вами полностью согласен. В первую очередь, это преподавание ничего не дает, а во-вторых, вызывает совершенно обратно. Они этого не видят. В данном случае я не ваш соратник, но мысль эту я давным-давно много лет проводил. Зачем это? Кому это нужно? Людям нужен Христос, вера. Им не церковь эта нужна, которая ничего не понимает. Им нужна церковь Христова. А Христова церковь там, где Христос. А где одна только торговля, ничему не учат? Это просто языческий культ. И вы тут опять же правы. Вы очень нужный человек для православных. И ваши вот эти передачи, если бы были они построены на правде, без злобы, они принесут в свое время добрые плоды. Может быть некоторые священнослужители, архиереи, патриарх задумаются. Они-то меня уже сейчас все причисляют вашим соратникам. Чуть ли не вы меня наняли. Придет, может, время, вы будете делать другие передачи, вас будут считать, что я вас нанял. Вот вторглись в школу, что делать? А я спрашиваю, а атеисты вторглись в школу и везде во всем мире, что делать? Да ничего, молиться. Я родился в 1939 году. Страшное состояние было. Ходили по деревням, иконы отбирали. Кресты в школе срывали. Но надо их детей воспитывать крепко в вере. В 1962 году я обратился к Богу сознательно, 27 сентября. Это как раз начало движения у баптистов, так называемое отделенное Совет Церквей. У них отнимали детей дома. А из этих домов делали потом библиотеки Писарева, Добролюбова, ваших любимцев, Герцена. А детей хватали и везли. Дети забирались, как обезьяны, на вершину деревьев. И они караулили и снимали, чуть ли не выстрелами снимали. Вы про это ничего не знаете. Когда вы говорите об инквизиции, не говорите цифр. Я скажу, которая была озвучена. 12 миллионов зашло на костры. И хорошо, что вы об этом говорите. Я вам помогаю в данных, которых у вас, видимо, нет, несмотря на множество книжек. Я выхожу с одним листиком, чтобы знать, о чем говорить. Потому что я прослушал и прямо конкретно по вашему выступлению. И все беру вот из этой книги Святая Библия. В ней все. Ответ на все миллионы вопросов. Одно время я вел занятия в Новосибирском Академгородке. Но не скажете, что все там дурь, не дурнее вас. Там есть люди умные, ученые. И когда я выступал, при том по их просьбе, один из ученых, профессор, академик, говорит, вот вы сказали, что Библия отвечает на все вопросы. Показывает мне Библию. Но это не так. Она на многое не может дать ответ. Это сегодня уже подгоняет верующие. Я говорю, задавайте. Но если я вам отвечу, сколько вопросов у вас? Я отвечаю на два вопроса вам. Вы ведь берите самое главное, потому что люди-то ждут на их вопросы ответить. Два вопроса-то много. На один я отвечаю. Но если я вам отвечу, и вы поймете, что вы неправы, вы сможете встать перед народом и сказать, что вы были неправы. Хорошо. А он-то всем известен. Тут доктора на ух сидят. Я это вам не придумываю. Я верующий. Мне лгать нельзя. Я говорю, ну задавайте вопросы. Он задает первый вопрос. Я ему сразу же отвечаю. В священном писании написано так. У пророка Исаия. Он спросил об устройстве земли. Я восседаю над кругом земли. А вы говорите, земля на слонах. Да это индийская мифология. А дальше мы считаем у Евы, вы говорите, землю повесил ни на чем. Ни на чем. Какие вы-то книжки имеете, земля гладкая, какие уступы. Ничего не написано. А в третьей книге Ездор написано, и царствовал этот царь, то есть там, как в виде орла, крылья, на земном шаре. Шаром называется даже. Вы что думаете, это подгонка была? Даже Библия в переводе на русский язык, в синодальный перевод, относится к 1876 году. Но это в синайском манускрипте написано. Константином Тишендорфом, обретенным на синайском полуострове. Вот смотрите как. Замаскированные попытки религиозной пропаганды. То есть дети не понимают ничего. А им вдалбливают в голову. Это мракобесие православия. Так вы понимаете. Я говорю, что у меня военный характер. Я занимаюсь дрессировкой собак. Вы много разных имели должностей, но я их имел немало. Работаю в уголовном розыске. Неофициально. Моих собак подсаживают в ювелирные магазины и везде. Я иду с работы. Со мной две собаки. Грозные овчарки. Ученые. В уголовном розыске на соревнованиях занимаю первое место. В крае. Что-то стоит это. Гляжу, а около меня в обратном том направлении, в разных направлениях останавливаются грузовые поезда, и поезда грабят. Ковры выбрасывают, масло где-то. Я с собакой принуждаю их все возвратить назад. И маленькие дети здесь, лет по 14, взрослые дают мне обещание, что они больше никогда не появятся здесь. Они меня знают. Я им даю обещание, что никогда не расскажу про них в органах власти. Назавтра у меня милиция уже дома. Уже узнали, что я там сделал. Поблагодарили за холодильники, которые обратно затащили. Они поезд долго стоят. Красный светофор. Но скажите, кто? Я говорю, я дал обещание. Меня можете пытать. Я уже никогда не скажу. А пытать меня можете. Я сам себе пытки устраивал, как один из майоров у Петра Первого, чтобы перетерпеть пытки. Но случилось следующее. Утром стук в дверь. Я выхожу, стоят хлопцы. Грязные, ошмыганные, маленькие вот такие. Дедушка, вот вы вчера нам читали из какой-то книги, там я их остановил, затащили обратно в вагоны, что они своровали. И я им открываю Евангелие, Святая Библия и считаю. Это дети, которые никогда не слышали. Это вам надо картину показать было. И они узнали, где я живу, а я около линии живу. Пришли на дом и ко мне принесли ящики винограда. Мы вам вот ящики винограда привезли стопой. Вот такие вот стопы стоят, это они уже натаскали. Так им понравилось. Вы еще нам из этой книги прочитаете, или книжки. Это не книжка, это книга. А вы книжка. Просто помрачение ума вашего не позволяет склониться перед Библией. Ее во всем мире признают Библию. И мусульмане, и все. Я говорю, ребята, я буду с вами беседовать. Если вы сейчас эти ящики утащите обратно, а пояс еще стоит. Они подхватили ящики на плечи и побежали с виноградом. Вернулись? Теперь я с ними беседую. У ребенка тяга к священному писанию к Библии. Не к культуре, какую пытаются сейчас вносить. Под разными видами там этика христианская. Вы правы здесь. Это не нужно. Людям нужна чистая Евангелие. Им нужна проповедь. Я много лет, 18 лет только в местной тюрьме работал с преступниками. После освобождения. Повторяю, это все бесплатно. Я работаю с малолетками. Специально меня туда посылают. У меня близкие отношения с прокурором края, с краевым судьей. Все это генерал-лейтенанты. Абсолютное полное доверие. Вы бы смотрели, как дети ждут этой встречи. Вы не знаете совершенно людей. У человека внутренняя тяга к святому, к чистому. А не к этому мерзкому вареву, который вы им даете. Это никому не надо. Ну пьяницы, забулдеги, они могут смотреть. И что много людей приходит, да хоть 100 миллионов к вам зайдет. Ни один за вами не пойдет в смертный час. Они в смертный час будут просить, просчитать, как Исаак Ньютон, что-то из книги. А полная библиотека книг. И он спрашивает, с какой книги? Он говорит, одна из книг, а Библия. И одна личность Христос, как Мартин Лютер ответил. А вы этого даже не знаете. Перечисляете этот мусор, эту библиотину, как Слово Божие говорит. Исаия 28.8. Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной. Нет чистого места. Это на вашем столе вот это. Зачем это нужно? Священники, учителя будут сидеть на первой скамейке в суде, если будет суд за развал России. Я это говорю уже не один десяток лет. Всюду и везде. Те, кто имел доступ до людей. И вы правильно говорите. Стоит учителям задать некоторые вопросы, они не ответят. Вы очень хорошие слова говорите. Я просто процитирую. Преподаватели трусливые и корыстные. Абсолютно правильно. Но еще трусливые их священники. Преподаватели трусливые. Они не понимают того, что и преподают. Они неверующие. Придется пожертвовать авторитетом учителей в школы. Вся конечность статы ныне. И так было всегда такое в школах. И тут вы правы. Да поможет вам Господь добиться своего доброго во славу Божию. Вы, может быть, хотите, чтобы не преподавались люди о Боге, не знали. А я говорю, чтобы суррогатом не кормили. Нужно ратовать за то, чтобы преподавали чистое словесное молоко. Священники почти не знают. Пускай идут баптисты проповедуют. Против баптистов вы же ничего не говорите. Потому что вы их не знаете. Они искренне верующие. Пускай адвентисты седьмого дня говорят о Боге. О вечности. О Библии. А православные стоят пока учатся. Их учить еще надо. Никаких там свящих у них нету. Пусть это вызывает презрение, недоверие к отдельному учителю. Этим вы самым подрываете авторитет школы, вы говорите. Пусть школа получит то, что она заслужила. Понимаете, при этих словах мне хочется сказать вам, вы здесь неоднократно правы. Вот эта школа воспитала вот таких вас невзоровых. И она получит свое. И получит свое в этой жизни и в будущей. Учительницы, дети, два сына, оба наркоманы погибли. Это ее воспитанники. Щубайсы, Березовские, все, Чикатило, все это проходили в школе. Это все чьи-то ученики. И вы чей-то ученик? Какая-то учительница же вызывала вас в доске. Невзора, выйди. А у невзора, может быть, взора-то никакого уже тогда не было. Потому что вам не преподали живое словесное молоко. Вы, может, даже не знаете, такие места в Писании написано. Ты говоришь, богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А ты не знаешь, что ты несчастен, нищ и слеп инак. И Господь советует купить у него одежду и золото, огнем очищенное. И мазью помазать глаза. Помазанием Духа Святого. Просто тайно где-то скажите. Ничего от вас это не убудет. Конфликт с тысячей великих книг. Это вы говорите о православных. Правильно. А зачем они? Ну уже эти книги, если там о Боге не говорится. Если я упоминаю, что пишут о Боге, вы скажете, а он был неверующий. Но вы людей-то этих не знаете, а мы встречались. Щенгиза, Этматова. Наверняка вы его не знаете. Совершенно. А к нему приходит мой брат-священник. А он говорит, я только хотел встретиться с такими людьми. Пишет, плахо. Его спрашивают, почему главный герой, там, как калистрат, почему он христианин, а не мусульманин. Вы же мусульманин. Он говорит, Магомед много хорошего оставил. Но умер за других только Христос. Вы даже этого не знаете. Как это так? А стихотворение Сергея Есенина «Ответ Демьяну Бедному» я немножко из него прочитаю потом. Есть такие рассказы про пчеловода и про диспуты с Альшулером. Очень маленькие такие брошюрки, когда пытается доказать лектор, а потом и сам уверовал даже, что Бога нет. Вы пытаетесь объяснять, что православие не имеет никакого отношения к русской культуре. Это примитивное мышление безбожника и в грехах живущего. Да без православия, такое, какое оно было, порчено, вообще бы ничего не было. Так бы деревья ему поклонялись. Ничего не было вообще. Православие многое принесло нам. Она научила хотя бы от обратного нас действовать. Но были же и подвижники. Вы ни одного не упоминаете, что Серафим Саровский лицемер был. Иоанн Кронштадтский не знал писания. Он не знал ту литературу, которую вы знаете. С какой яростью все безбожники, начиная щубайца, ополчаются на Достоевского. Я так рад. Еще ничего не зная про вас, уже в детстве я полюбил Достоевского. Уже в пятом классе я засчитывался им. Хотя сегодня его произведения не по зубам и профессорам. Надо увидеть самую суть. Он неправильно многое делал. Там и игрок был, то другое. Но у него было просвещение духовное. Перелом. Из Петрашевца он сделался христианином. Пускай и не таким, каким должен быть. Но много ему Бог открыл. Вы перечисляете разных писателей. То есть Чернышевского, Писарева. Да это все равно, что говорить, что есть идол и есть Бог. Не делать никакого различия. Скажите конкретно, что Писаров принес? Кто его знает? Ну где конкретно? Где его изучают? Что он принес, кроме того, что сказал Бога нет? Люди, которые делают зло, они всегда одобряют это злодейство. Почему вы не приводите? А вот Пушкин в конце уже читал Евангелие, написал Пророк. Объясните, зачем он написал Пророк? Зачем стихотворение Пророк написал Лермонтов? Вы про Натцина Семена Яковлевича не упоминаете вообще. А Григория Нарикати, у русских уже он известен был. Армянский поэт. Как будто эти люди все совершенно ничего не понимали. А вы их жизнь сравните со своей. Такие, как Макарий Глухарев, который все отдали. Как митрополит Вениаминов, Иннокентий, по северу. Тысячи километров. Люди, которые живут там где-то в далеком-далеком веке. И он их приобщает ко всей этой культуре. А через что? Через Слово Божие. Через постройку храмов. Через священное писание, литургию. Православие в прямом конфликте с мировой культурой. Да нам это и знать не надо. Библия в конфликте с ними. Вот что важно. Все, что не вписывается в прокрустство ложа библейских мыслей, то есть новозаветник для нас сегодня. Ветхий завет это еврейское. Что вы перечисляете, рубили, подпилы, в обжигательной печи. Христианам не относятся. Вы к евреям эту претензию имеете. Это их ветхий завет. У нас только лишь ознакомительно. Мы не подражаем этому нигде. А наоборот, возьми на себя тяготы другого. 1 Тимофеев 4.13 Когда у человека горе и радость, мы открываем Библию и считаем, вы никогда не будете читать произведения Ленина ни в горости, ни в радости. Никому не нужен он совершенно. И ничего кроме беды не принесли эти книги. И вот умрете, даже никто не вспомянет. А с чего подражать-то? Ваше знание многих книг этих людям не достичь. Никогда не понимают, вы умный человек. Но вы ведете людей в никуда. Ну ладно, я за вами пойду сегодня конкретно. Допустим, я бы рехнулся совершенно и пошел бы за вами. Но дальше вы должны полностью мной руководить. Как я должен вставать, как ложиться, как питаться, как жить с семьей, как мне с власями. У вас нигде программы никакой нет. Вы берете готовые и хулите. Увидели кресты, сломали? Правильно одобряете. Но это прием-то ведь нечестного человека. Вы должны что-то дать взамен, как Германия. Не имеете права критиковать, пока лучше не дадите в законе. Я начальник детского лагеря, сам составил устав. С нуля у нас деревня, я тоже участник составления этого устава. Не пьют, не курят, живут люди. Есть критики, меньшего масштаба, чем вы. Я им говорю, дайте что-то лучшее, они ничего не могут дать. Его просто нет лучшего. Я ездил в разных лагерях. Самое лучшее в мире из японских лагерей. Все собрано у нас. Шведских, английских. Я все вмонтировал в нашу православную жизнь. И все это так вошло, что люди, которые как приезжают, насколько, говорит, это все удивительно. При всей строгости и в то же время такая нежность. Дети уже сами выросли. И со своими детьми продолжают приезжать в наш лагерь. Экклесиаст 12.13 Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Если у вас нет страха Божия, и вы его никому не даете, ничего там нет. Не все. Ну, противоположно. Ничего нет. Я понимаю, что настоящие герои есть сегодня. Я просто к слову сказать. В наше время один из самых великих героев это Даниил Сысоев. За 2000 лет никто не проявил такой любви к мусульманам, к тем карабским народам, к мусульманам, как 1400 лет, как он, будучи сам потомок мусульман, и он жизнь отдал за это. Вот на кого надо пример сегодня держать. А за безбожие кто будет умирать? А ради чего умирать, когда ничего там нету? Вы говорите, это религия рабов. В России были крепостные. А при советской власти какие они были? Да, крепостные. Да, неправильно. Но так же не жили. Мы к 13-му году не можем приблизиться. 3 миллиона, 5 миллионов прибыль каждый год была. Плохо жили. Менделеев был с 17-м ребенком в семье. И один отец мог их кормить. А сегодня 3, многодетные, рожают за рождение, деньги. Да действительно, дети-то рождаются не от денег, а от любви. Все рассыпалось, что атеизм. Вы один из самых главных разрушителей России в настоящем периоде времени. Но от вас много и добра идет, когда вы обличаете неправду. Но обличаете ее с любовью. Не с этой какой-то сатанинской озлобленностью. Какие-то слова подыскиваете, выкручиваете все это. Презирая самое основное святое, что есть в людях. Зачем это? Я повторяю в каждом комментарии, что я вам не враг. Мои друзья не враги ваши. Мы за вас молимся. И молитва эта все равно будет отвечена Богом. А как, я не знаю. Или Бог прекратит ваше безумие. Или вы обратитесь к Богу. Исайя 65-4. Мерзкое варево в сосудах у него. Вы придумаете то, что собирали, делали, колдовали. И во время пения Херувимской надо было выпить. Да вы в уме или нет? Да во время Херувимской самые больные встают. Ни один не шевельнется. А они бы в это время, значит, мерзкое варево стояли и пили. Бред. Или вы вообще как умалишенный делаетесь, или что? Ну зайдите в церковь хотя бы раз. Посмотрите, во время, когда Херувимская бесноватые кричат. А не то, чтобы творить тут какие-то ведические законы и действия. Вот и говорите, мне просто обидно за вас. Я вас считаю очень умным и эрудированным человеком. Потерпевшим катастрофу во всей своей жизни. Вы говорите, что увлекались масонцам, теосопией, дарвиницами. Атеизмом, атеизмом, какое-то богоискательство было. Кого называете? Блистательный атеист. То есть чернота у вас адская. Какое-то блистание там нашли. Да, это было. И опять же, виновно во всем этом. Именно архиереи-священники. Они не учили народ. И пустоты природа не терпит. Но в эту теософию, что вы перечислили, назовите, кто из тех, которые уже начинали, как пашковцы, штундисты были. Кто из них увлекся? Кто в революции пошел из них? Не один. Почему? Евангелие было в руках. Вы очищены через слово. Вина, монашество неизмеримое. Ее даже нельзя измерить. И вы здесь нужный человек со своим обличительным глазом. Но от вас никто ничего не примет. Я видел даже такое, когда сказали, что именно с вами будет беседа. И они там встают. Чуть не сказал Чарльз Чаплин. Всеволод. Он встает и уходит. С ним сколько людей. А тут уже теперь, вот видите, какая энергетика, какая она их изгнала. Этого делать нельзя. Нельзя. Надо радоваться каждой встрече с вами. Посеять хотя бы одно зерно, если это возможность. Хотя есть такое, не бросайте там жемчуг перед свиньями, после первого, второго взрыва не отвращается. Но тут обстановка другая. Когда они говорят не лично даже для вас, а говорят для всех, им никак нельзя было уходить. Я считаю, это действительно пролом сделали они в своем мышлении. Говорите, что Достоевский сплевался ядом осеченными. Он плевал не ядом, а на яд плевал. Ядом. Вот вас, когда я слушаю, действительно сплевываете прям какой-то такой страшный смертоносный яд. На меня это не действует. Я до половины дослушал, встал на молитву. Господи, пощади Александра, не убей его в это время. Продли его жизнь. Господи, осчастлив его, открой ему глаза, чтобы он увидел красоту Божию. Как у Ленина, 24 часа думал о революции. В швейстарских горах и не видел никакой красоты. Зачем жил? Куда? Да весь мир ты приобретешь, в душе повредишь. Какой же ты выкуп дашь, Александр, за душу свою? Иван был четвертый царь, который говорит, вы скоты, хуже скотов. Абсолютно правильно. И Библия говорит об этом. Зашел, говорит, и неразумеющий это подобен скоту. Это все из священного писания. Священники освящают ракеты, они падают. Но они освящают все, поехали на Олимпийские игры и продулись. Так это же не Христос. Это наемники, злые делатели. Господь говорит, испортили весь виноградник мой. Это священник, как говорится. О священниках самые грозные слова в священном писании. Война против науки идет. Нужно ли это? Развиваться, выглядеть о прелести, о трезвом мировоззрении. Прелесть это вообще слово редко встречается в положительном смысле. Может не знаете. Прелесть от сатаны. А вы считаете это за благо. Прелесть действительно красота. Но вообще-то общепринятый смысл не совсем хороший оттенок. Есть такой, такая книга, печаль сатаны, я уже об ней говорил. Мария Карелли, а другие спрашивает Брэм Стокер. Написал ее. Вот. Перевод княгини Кропоткиной. И он там сатана Лусева. Это сатана, князь. В образе человеческом. И он там представление сделал. Показывает. Бурное море. Появляется скелет, как у вас вот на столе скелет. И вы любите, видимо, с этим. И поэтому скелет огромный. Качается, падает из глазницы, уползает щель. И написано атеизм. Как зафыркали люди. Он сделал так зловоние по залу. А он профессору говорит. А в атеизме. Может быть там ваш предок был какой-то. А вы то еще носом фыркайте. Это ваше учение. Вы никуда дальше не ведете. Только вот что ждет человека. И потом показывает гладь моря или озера. И вдруг какое-то ангельское существо, розы. И он возносится вверх. И написано здесь благоволение Божие, благодать, вера. Всем стало приятно. Даже говорить о вере и то приятно. Жизнь наполняется глубоким смыслом. Это вы здоровый пока. Много трубок выкуриваете. Но если вы будете болеть, как Осипов Александр Александрович. Отступник такой был. Там где-то в 58-м, в 9-м там годах. Я в армии был, считал. Может быть в 60-м году где-то. Когда заболел раком. Одна женщина ему сказала. Такой рак съест тебя. Я ездил в то место, спрашивал о людях. Это был один из самых талантливых профессоров Духовной Академии. В Санкт-Петербурге. В Ленинграде. Потерял веру. А теперь показывает, как его завербовали. Вербовали такие, как ваш дед. Его прижали, он не выдержал. За ним что-то счистилось раньше. Иначе опубликуем. Мне. Я проходил по этому ведомству вашего деда. Ну и вы там, видимо, тоже как-то участвовали. В КГБ. Мне ни разу не предложили ни на какой компромисс. Ни разу. Повторяю. Даже были такие люди, как Глеб Яконин. И им предлагали. И Зоя Крахмальникова. И ей предлагали. Мне ни разу не один. И у меня сохранились самые добрые отношения с органами КГБ. Ко мне на дом приезжает полковник. Беседует. Он покупает мои книги. Вот это и читает. Почему? Любовь Божия и молитва. Только одно. А что у них любви Божией не было? Не знаю. У меня другой путь. Для баптистов я, конечно, сотрудник. Поэтому к вам так относят. То есть это шаблонное мышление и у них там. И у баптистов у всех. Все дело в молитве. В Библии написано, когда пути человека угодны Богу, то Бог и врагов его примиряет с ним. Я хочу, чтобы вы примирились с Богом. С Богом, который отдал за вас Единородного Сына Иисуса Христа. Аминь. Спасибо.